Ежедневно из-за заболеваний, вызванных ВИЧ, умирает 5,5 тысяч человек и появляется 7,5 тысяч случаев нового заражения. В Казахстане проживает 28 тысяч людей, живущих с ВИЧ. 740 из них — это молодежь и подростки. Я была рождена с диагнозом ВИЧ. И все детство меня готовили к тому, чтобы раскрыть мне мой статус. Начиная от истории, почему я пью таблетки каждое утро, и заканчивая мультиками и книжками, которые мне показывали. Поэтому, когда в 6 лет мне сказали, «Аида, у тебя ВИЧ», я смогла это довольно спокойно принять, потому что тогда я даже и не думала, что по отношению к этому диагнозу есть какая-либо стигма. И так я жила до 13 лет. К тому времени о моем диагнозе знала не только моя семья, но и мои дальние родственники. Моя тетя, мой дядя, моя дверная сестренка, братишка. И к тому времени я спокойно говорила о своем статусе друзьям, знакомым. И у всех была разная реакция. Когда люди пугались, я всегда говорила о том, что есть всего три способа передачи. То есть от матери к ребенку, половой, через кровь. То есть я рассказывала то, что должны были детям рассказывать в школе. Я рассказывала о том, что они не могут заразиться ВИЧ, если меня обнимут, они не могут заразиться ВИЧ, если поедят со мной с одной тарелки. И так большинство друзей оставались со мной. У нас один раз было даже такое, что мы делали клятву на крови, вот так вот ранками друг об друга терлись. И я не боялась этого делать. Ведь я знала, что вируса в моей крови слишком мало, чтобы передать его другому. Знания были моей опорой. Но так было лишь до 13 лет. В один вечер ко мне позвонила сестренка. Она была вся заплаканная и могла сказать лишь три слова. «Как же я устала!» И в тот вечер я узнала о том, что мой дядя какое-то время запрещал нам с сестренкой общаться, говоря, что я спидозная. На что моя сестренка постоянно срывалась на это, плакала. Она не понимала, почему же дядя так злится на мой диагноз. Но она никогда не говорила об этом мне. Она боялась. Она хотела уберечь меня. Сестренка, она всегда была на моей стороне. Она с ранних лет знала, что у меня есть ВИЧ. И она знала, что ей не опасно для нее. Она знала, что ВИЧ не передается бытовыми путями. И каждый раз, когда в их семье начинались скандалы на эту тему, она искренне не понимала, на что злится мой дядя. Почему он злится на то, что у меня есть диагноз? Она задавалась вопросом «За что?». Плакала, но каждый раз промалчивала и не говорила мне об этом. Она боялась, что мне станет страшно. И когда я узнала об этом, мне и вправду стало страшно. Мне стало страшно, что люди и подростки, живущие с ВИЧ, думают о себе так же, как думает обо мне мой дядя. Всю жизнь я жила со своим диагнозом. Я знала, что я ничем не отличаюсь от обычного подростка. Ну разве что я пью таблетки. Ну а кто сейчас их не пьет? И когда мы начали это обсуждать, эта тема меня очень поразила. Как бы отреагировал ребенок, который только узнал, что у него ВИЧ. Плакал ли бы он? Винил бы он себя? Такая реакция, как у моего дяди, могла сломать ребенка. Но она никак не сказалась на мне. А почему она на мне не сказалась? Неужели лишь потому, что я знаю о путях передачи? Неужели лишь потому, что я знаю, что если я буду пить терапию, то я не смогу передать ни через половой контакт, ни через кровь, ни я смогу родить здорового ребенка, неужели лишь просто рассказав эту информацию, так легко спасти жизнь человека? Тогда я много о чем думала. У меня было очень много вопросов. И самое главное — это, ну, если я могу это сделать, то почему бы мне не начать это делать? Моя семья так и не узнала о случае с дядей и что вообще тогда произошло. Но в тот день я решила принять решение о том, что я хочу говорить о ВИЧ. Кстати, моя мама сейчас здесь, и я хочу передать привет своей семье, потому что это... Именно моя семья дала мне те знания, которые стали для меня опорой. Сейчас моя сестренка обучает в колледжах, университетах, школах. Она является тренером по ИППП, ИПП — инфекции, передающиеся половым путем, такие как гонорея, сифилис, гепатиты, ну и, конечно же, ВИЧ спит. Ведь она верит. Она верит в то, что люди говорят, угнетают, унижают, лишь потому что они не знают. Они не знают, что люди с ВИЧ не опасны. И я очень горжусь своей работой. Я очень горжусь своей сестренкой. Я тоже искренне верю в силу знания и понимания. Ведь именно так. Неужели для того, чтобы изменить мир, нам достаточно всего лишь говорить, знать и говорить об этом? Говорить неважно с кем, будь то с учителем биологии, который доносит неверную информацию, или с вашим партнером? Говорить. И тогда знания станут вашей опорой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!